Здравствуйте, друзья! Программа «Наша сказка» вас приветствует. Итак, я уже даже вижу несколько человек. Александра Смирнова. Смирнова, Александр, с нами. Привет, Сашка. Привет, Сашка, мы рады тебе всячески. Редина. Реднева. Итак, два зрителя у нас уже существуют. Уже проснулись. В смысле... Еще не заснули. Еще не заснули, да, горячая проснула. Наша телекомпания в лице Михаила Лавицкого, Елена Пинчук и... Моего тезки Мишки. Привет, ребят. Приветствует вас. Вот, готова рассказывать дальше вам веселую сказку, которую Мишка мне каждый раз заставляет дописывать. Ему скучно без новых сказок, поэтому я их пишу и рассказываю вам. Ну что, Мишка, ты готов слушать? Светлана Колесниченко, Сергей Краснослободцев, Решат Гатаулин. Татарстан с вами. Симон Маринов, привет. Привет Татарстану. Привет Симону. Привет Болгарии. Естественно, так, она пишет привет. Смирнова пишет привет. Хорошо. Вы вообще пишите, ребят, чего-нибудь, чтобы было видно, как наслышно, видно. Мало ли какие-то желания, замечания. Вдруг найдете какую-то недочность, потому что те сказки, которые заставляет мне писать Мишка, вынуждает. Они сейчас в таком, в общем-то, в процессе, в виде черновиков еще. Поэтому сейчас мы уверяемся, уверяем, потом сказка будет напечатать. Сергей Краснослободцев из Киева. Так. Нехай живе. Радянская, а не Радянская, Реклама Украина. Самостийная Украина. Незалежная. Незалежная, да. Вот. Регина улыбается. Регина как всегда улыбается. Должен кто-то улыбаться. Вот. Ну какой у нас сегодня день замечательный. Сегодня у нас просто праздник-праздник. У моей замечательной ученицы Вероники Рязанцевой день рождения. Поэтому поздравляю с этим замечательным праздником. Ее саму, всю ее семью, ее родителей, братьев, сестер, а также родители ее родителей. Ну и всех нас. Весь театр под названием Михаила Новицкого. И Ирина Мобичок тоже в числе. Вот. С днем рождения Рязанцевой Вероники. Вообще сегодня день обалденности. Сегодня день поэзии. Сегодня Вергилий вроде как бы. В честь дня рождения Вергилия. В честь. Сегодня день кухонника. Сегодня день хитрица и пыльница. Но это попозже. И даже на днях был день повзросления Александра Городницкого. Но это будет программа, посвященная ему. Будет минут через 40. Так, после того, как мы расскажем сказку детишкам. Я надеюсь, что... Так, Конек, Конька. Александр Бровко смотрит. Александр. Вейнер. Александр, привет. Михаил Эпштейн. Андрей Кузнецов. Экологи собрались? Игорь Конек. Игорь, привет. Эпштейн, замечательно. Так, я надеюсь, что Тинкельман наши тоже смотрят. И Елизавета. Я думаю, что она будет участвовать в постановке этой сказки каким-то образом. Каким-то образом. Итак, приступаю медленно к рассказу. Я надеюсь, что детишки собрались. Сема, ты меня видишь там? Так. Детишки собрались. И я напоминаю, что содержание предыдущих серий этой сказки про «Не стреляя» можно увидеть в интернете. Вы же умные ребята. Вы найдете там. Вы же юзеры такие. Ого! Еще какие. Вы умеете включать компьютер, знаете, где найти, как прочитать содержание предыдущих серий. Но я на всякий случай вам напоминаю, что наша сказка, это вторая сказка из серии про «Не стреляя». Не стреляет такой волшебник, ну, лесник. Знает язык птицы и зверей, и он охраняет леса от браконьеров, от всяких лесорубов, от всяких негодяев, которые бросают там мусор. И вот наш герой попадает в город. И, оказывается, здесь такое же безобразие, как в лесу. Некий министр Паутин дал приказ вырубить все живые деревья. Понимаете? И заменить их пластмассовыми. То есть построить фабрику для пластмассовых деревьев. И тут была потасовка страшная, местные жители собрались, остановились трактора. Но их арестовали полицейские, и они сидят сейчас, вот по сказке, сидят они сейчас за решеткой. Спастись удалось только двоим. Это Нестреляю, нашему волшебнику, нашему герою, и его верной подруге, секретарше Тане. Мало того, Нек Стреля еще потерял в этой потасовке свой ботинок. И с одним ботинком оказался и в предыдущей серии его друг, щенок Маська, знаменитый щенок Маська уже, выкрал из полицейского участка этот самый Нестреляевский ботинок. Пришел, нашел, он все нашел, нашел дом Тане, нашел не стреляя, вернул этот ботинок. Все рады, счастливы, вот, его накормили, напоили, он схватил сосиску и бегал туда-сюда по квартире с этой сосиской, то на кровать, то под кровать, то в прихожую, то в ботинок засунет сосиску, лает, безобразничает, но все счастливы были. Но единственное, что не стреляя, сидел и был, как же ему помочь друзьям, которые сейчас находятся в тюрьме. Вот, что ж сидеть сидим, а Таня и говорит ему, ну ты же волшебник, не стреляй, ты же волшебник, ну придумай что-нибудь. Они стреляют, отвечают ей, ну, понимаешь, у меня другой профиль, я не какой-нибудь там волшебник, фокусник какой-нибудь. Я такой волшебник, который выучил язык птиц и зверей. Вот все мое волшебство, а других я чудес делать-то не умею. А говорит, а ты пробуй, ты попробуй. Глупость это, сказала ей, не стреляй. Ну и пусть глупость поставила Таня, а ты попробуй, ну вот ради меня. Хорошо, ради тебя, отвечала ей, не стреляй, я и на глупость согласен. Ну, что делать? Что-что? Ну, хоть что-нибудь сделай, не сидишь и сидим, отвечала Таня. А я тебе помогу. Давай для начала зажжем свечу, а свет выключим. Хм, интересное начало. А что дальше? Узнала он, стреляй. Ну, возьмем друг друга, например, за руки. Хорошо, согласилась, не стреляй. Давай, а дальше? А дальше нужно какое-нибудь заклинание. Ты знаешь заклинание? Спросила Таня, почему ты шепотал. Нет. Я не знаю, ответил не стреляя. Я знаю только раз, два, три, елочка, гори. Хорошо. Давай хоть это. Ну, давай. Раз, сказали они вместе, взявшись за руки. И тут в их таинственное действие врывается щенок Маська. Он, рябкнув боевое, ров, 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 пробежал между них, терзая сосиску в зубах. Два, сказали они, хоп, это вместе. Но тут опять мимо них пронесся наш герой, ну, уже с башмаком в зубах. Вот, не стреляй. Чуть бы он не рассмеялся. Но Таня сказала ему серьезно, давай серьезнее, серьезнее, волшебник. Они произнесли таинственное. Три. И замеры в ожидании чуда. И тут, из соседней комнаты. Три. Три. Послышался страшный грохот, звон бьющегося стекла, плеск воды и испуганный виск щенка. Ой, аквариум! Всплеснув руками, закричала Таня. Ну вот, по всей видимости, чудо уже случилось. Сказал, не стреляй. — Пойдем посмотрим, что там наш малыш натворил. Они не стреляли, побежали на хуй. И вот что они увидели. На полу растекалась огромная лужа из разбитого аквариума. Среди осколков стекла в песке и водорослях барахталась маленькая золотая рыбка. — Стоп! Двигайся! Двигайся, а то поранишься! — сказал Нестор. — Рыбке, ну, на рыбьем языке. Рыбка выпучила глаза от удивления и замерла. Она первый раз услышала, чтобы человек говорил с ней на ее наречии. Нестор аккуратненько взял рыбку на ладони. Таня побежала на кухню набирать в банку воды. Но Нестор остановил ее. — Таня, водопроводная вода не годится для рыбки. Там хлор и прочая химия. Это очень смертельно. У тебя есть другая вода в доме? — Есть. Газировка, лимонад. Рыбка выпущила глаза еще больше. — Понятно, — сказал лесник. — А далеко ли тут до ближайшего ручья или озера какого? Около километра есть речка. Если напрямую. — Вперед, — скомандовал, — не стреляй, Таня. Вперед, покажешь дорогу. И они помчались. Впереди бежала Таня. За ней с рыбкой в руке бежал не стреляй. За ними поспешал виновник этого безобразия. Вкусный язык — это был щенок Маська. Километр, однако, оказался слишком длинным. Бегунам везде мешали светофоры. Эти цветные бездушные железяки, они всегда так себя ведут. Вот вы замечаете, да? Когда человек куда-то торопится, то светофоры обязательно загораются красным светом. Причем горят долго. Как будто вот назло. Наглым красным светом. Одним словом, как не торопились наши друзья, они опоздали. Когда, наконец, они добрались к речке и опустили заролотую рыбку в воду, она уже не шевелилась, не открывала рот. Лежала бедняжка на поверхности воды без движений и все. У Тани покатилась слезинка по щеке. Маська тихо заскулила. Ну вот, все чудеса. Горько пошутил, не стреляй. Вот тебе и раз, два, три. Вот тебе и елочка, гори. Как только он произнес эти слова, откуда-то сверху зазвенели серебряные колокольчики. Вода в речке сразу вздыбилась. Загорела фонтаном, засияла волшебным светом, как удачный фейерверк. Золотую рыбку подбросила вверх, она кувыркнулась в воздухе, ударила хвостом, взмахнула плавниками, как крыльями, и говорит человеческим голосом. Здравствуй, дорогой, не стреляй, не стреляй, рич. Тут не стреляй, выпучил глаза, как рыба. Он-то привык с животными разговаривать на их языке, а чтобы обратно, такого не бывало. Здравствуй, рыба, ответил он. Как поживаешь? Как? Самочувствие твое. Мы тут сильно переволновали за тебя. Теперь-то я поживаю. Хорошо, ответила рыбка. Самочувствие мое лучше. не придумаешь. Все благодаря тебе, мой спаситель. Ну так давай же, выкладывай свои три желания. Каких еще три желания? Не понял он, стреляй. Это же золотая рыбка, догадалась Таня. Это в самом деле волшебная золотая рыбка. Она исполняет желания. Да, дорогой спаситель, исполняю, подтвердила рыбка. Чего тебе хочется? Спрашивай, не стреляй, не стреляй. не стреляй, Хочешь, подарю тебе, например, хрустальный дворец или нефтяную скважину, а хочешь президентское кресло. я тебе это запросто устрою. Давай загадывай, спаситель. Любые твои капризы, любые твои пожелания исполню. Да нет у меня никаких особых желаний и особых капризов. Я живу хорошо, у меня все есть, абсолютно все. Плыви себе с миром, золотая рыбка, и никому не попадайся. Нет, нет, возразила она, так не годится. Это как-то не по-дружески получается. Неблагодарность губит наши чудеса. Давай-ка сделаем так. А вот что она сказала не стреляю и что было дальше вы, друзья, узнаете в следующей передаче. Это будет наш шестой эфир серии Наша сказка. Пожалуйста, напишите, как вы нас там слышали, как вы нас там видели. Наталья Обильская, Ирина Коэс, Александр Брынца, Альберт Сафуллин, Антон Казмин, Тамара Бабич, Валерий Казаков. Какая хорошая компания. Как ваши там детишки и внуки были с вами. И как им понравилось, что они поняли. Пожалуйста, если есть возможность, нарисуйте наших героев. Можно золотую рыбку, можно Таню, можно не стреляя. Можете нарисовать министра Паутина. Можете Михаила Новицкого нарисовать. Или Елена Пинчук. Или нашего Мишку. Мишутку. Который помогает нам сочинять сказки. Если вам понравилось, обязательно делитесь с друзьями. Напоминаем вам, что в 21.00 состоится песня в 21.00. Веселая. Надолго не покидайте. Как обычно, она будет веселая и серьезная одновременно. Все. Пока, друзья. До встречи. Детям спокойной ночи. Тем, кто ложится спать. Спокойного сна. Спокойная ночь. Субтитры создавал DimaTorzok